Всем привет, с вами Кира Котова и сегодня мы поговорим о Софии Султан. Кто ее так назвал и почему ее многие не любили? Итак, чтобы понять что и как, давайте начнем с самого начала. София была любимой наложницей Мурада, сына Нурбану Султан. Изначально девушку своему племяннику подарила Михримах Султан. Многие считают, что она была воспитана ею для того, чтобы навредить жене Селима. Михримах плохо относилась к Нурбану, она считала, что та недостойная ее брата. София была доносчиком для дочери Сулеймана. Она рассказывала все, что происходило вокруг нее, и Михримах была полностью осведомлена о происходящем в гареме своего племянника. И именно потому, что девушку готовила дочь Хюрем, она была необычно умна и хитра. Нурбану было сложно с ней справиться, так как София настолько сильно покорила сердце Мурада, что тот не хотел и думать о других наложницах. Султанша надеялась, что сыну подарок его тетке Михримах надоест, и он обратит внимание на других девушек из гарема. Но нет, время шло, а их любовь только крепла. София долгое время не могла порадовать свекровь внуками, но вскоре у нее родился наследник. Некоторые историки предполагают, что у Софии и у Нурбану были хорошие отношения, так как они обе родились на острове Порос. Говорят, что они могли быть родственницами, но это недостоверная информация. Именно Нурбану помогла девушке завоевать сердце Мурада и дождаться первенца, для того, чтобы он сел на престол. Когда мальчик появился, то сын Нурбану пустился во все тяжкие в своем гареме. Но больше всего придерживаются к версии, в которой женщины ненавидели друг друга. Нурбану не могла повлиять на сына. Он не хотел видеть никого, кроме своей любимицы. Но вопрос уже стоял о наследниках. У Мурада был один сын, а это очень мало. Стояла угроза прерывания династии, так как в то время была большая смертность малышей. Не было гарантии того, что именно этот мальчик доживет до совершеннолетия. Поэтому Нурбану нашла самый удобный способ убрать со своей пути надоедливую невестку. Она просто обвинила ее в колдовстве. Мурад понимал, что матушка может раздуть эту сплетню и его наложницу казнят. Он с болью в сердце принял других наложниц, чтобы доказать, что София не пленила его, и она не занималась колдовством. София поняла, что она сейчас в уязвимом положении и просто притаилась, наблюдая за тем, как ее любимый принимал других женщин. Нурбану успокоилась и была довольна, что у ее сына стали появляться Шекзаде. И династия не под угрозой. София переключила свое внимание на сына и старалась всеми силами уберечь мальчика. Благодаря тому, что она не стала воевать с Нурбану и занялась своим сыном, скоро София смогла стать валиде и занять место Нурбану султану.